Добрый день! Я, Ариэль Бульштейн, официальный представитель Офиса премьер-министра Израиля, познакомлю вас с последними новостями на русском языке. Ударом с воздуха ликвидирован Хайтам Хуваджри, командир батальона Шати Хамаса. Под его командованием террористы Хамаса совершили кровавый рейд на израильскую территорию 7 октября и массовые убийства на юге Израиля. Хуваджри также обеспечивал безопасность террористов Хамаса в больнице Шифа и командовал силами Хамаса, которые сражались с солдатами армии обороны Израиля в районе Шати. Он несет ответственность за проведение многочисленных терактов против израильских граждан. На Северном фронте был выявлен запуск ракеты из Сирии в направлении израильской территории. Артиллерия армии обороны Израиля нанесла удар по источнику запуска. Кроме того, террористы запустили две противотанковых ракеты и несколько минометных снарядов из Ливана. Атака террористов 7 октября застала Израиль врасплох. Шквал из тысяч ракет обрушился на наши города и населенные пункты, заставив миллионы людей искать укрытие подвой сирен. Время предупреждения, порой очень короткое, всего 15 секунд, дается благодаря развернутой Израилем системе раннего предупреждения под названием ЦВАДО. Система делит страну небольшие зоны и рассылает соответствующие оповещения тем, кто находится в атакуемой зоне. В то время как Хамас ведет нацеленный огонь по израильским мирным жителям, Израиль, даже преследуя и уничтожая Хамас, предпринимает беспрецедентные шаги, чтобы свести к минимуму потери среди мирного населения Газы. Израиль уведомляет жителей Газы о планируемых атаках за несколько дней до их начала. Армия обороны Израиля сделала миллионы телефонных звонков в те районы, которые планировалось зачищать от террористов, и сбросила бесчисленное количество листовок с инструкциями и призывами к мирному населению эвакуироваться. С другой стороны, Хамас ясно дал понять, что отказывается от любой ответственности за гражданское население, которым он управляет. Пусть за них отвечает ООН, сказал один из главарей Хамаса. На прошлой неделе армия обороны Израиля объявила о запуске новой системы раннего предупреждения для жителей Газы. В этих листовках, распространяемых по всей территории Газы, говорится следующее. Уважаемые жители Газы, пожалуйста, будьте внимательны и ориентируйтесь на эту карту. Если будет объявлен номер вашего квартала, пожалуйста, следуйте инструкциям армии обороны Израиля для безопасной эвакуации. Объявления будут передаваться по телефону и через различные средства массовой информации. Пожалуйста, берегите свои жизни и жизни своих семей. Эти тела жителей Газы, которые пытались уйти в безопасную зону, но были убиты Хамасом по дороге, являются леденящим душу напоминанием о целях и методах Хамаса в этой войне. Нам нужна кровь, признается главарь Хамаса Исмаил Ания. Лозунги этой войны «Хамас прославляет смерть, в то время как Израиль освещает жизнь» – это не просто слова. Израиль ставит во главу угла жизнь мирных жителей. Хамас – смерть, даже если это смерть их собственных мирных жителей. Как всегда, мы круглосуточно готовы ответить на ваши вопросы по контактным данным, указанным на экране. Спасибо. Спасибо.